Мы утром слушали прекрасные две проповеди, которые было братом Ване задан вопрос, а может ли христианин, ну не молиться, быть христианином и не молиться, а может ли христианин не читать Библию о том, что мы слышали, то, что сделал Господь для нас. И я задаю третий вопрос, о котором я хочу поговорить сегодня, а может ли христианин не финансировать или не жертвовать в дело Божье? Вот эти три пункта, которые я бы сегодня сказал, мы особо должны услышать, читать Слово Божье, молиться и финансовую поддержку, пожертвование на дело Божье. Как его можно увидеть в Слове Божьем, а вообще это нужно? Пожертвование, жертвенность Господу, именно финансы наши, которые мы приехали сюда зарабатываем, они нужны Господу? Вопрос очень интересный. Нужно. Это хорошо, что мы знаем ответ. И я открываю первое место, это Бытие, 14 глава. Это описывается жизнь Авраама. Вот жил Авраам благополучно, все хорошо у него было, рабы были, богатство было, все было хорошо. И вдруг ему приносят новость, что его племянник Лот попадает в плен. То есть была война, и Лот попал в плен со всем имуществом. И что делает Авраам? Он вооружает всех своих рабов, кто в доме его был, подопечный его, и идет на войну выручать племянника Лота. Он победил. С этой историей я хочу подчеркнуть, что сделал Авраам, когда идет с победы. Идет с победы, и вот 18 стих 14 главы Бытия описывает такое событие. «Мелхасидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих, руки твои». То есть выходит, благословляет Мелхасидек Авраама и говорит, ты благословен. И тот благословен, который дал победить врагов, что ты сделал эту победу. Но что делает Авраам? Вот услышав эти слова, услышав, что победа произошла, и он услышал, что благословен он от Господа, что Всевышний Господь его благословил. В этом здесь описывается так, Авраам дал десятую часть из всего. Зачем? То, что победа произошла, я думаю, не только. И апостол Павел очень хорошо открывает эту истину, если мы откроем послание евреям. Апостол Павел говорит об этом событии очень интересную фразу. Смотрите, седьмая глава евреям с первого стиха до десятого читаю. Ибо Мелхасидек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама, благословил его, возвращаясь после поражения царей, которому и десятину отделил Авраама от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребываясь священником навсегда. Видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыт своих, получивший священство из сынов Левиных, имеет заповедь брать по закону десятину с народа, то есть от своих братьев, хотя сии произошли от шрешал Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама, благословил имеющего обетование, без всякого же прикословия, меньше благословляет большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхоседек встретил Его». Очень интересное выражение. Мы много беседуем, кто такой Мелхоседек, как это так, что это. Но я хочу подчеркнуть другое, что вот здесь Павел говорит, что Авраам в лице Левия дал десятую часть. Это закон благословения материальном. Что если Авраам видел в этом благословение, и он это дал, потому что это по закону. В лице, говорит, еще Левия не было, еще колена Израиля не было. Он в чреслах отца был, то есть это еще далеко-далеко. А уже пророческий, сказано, Авраам дал десятую часть из лучшего, из всего, что он имел. Но я бы хотел подчеркнуть еще одну историю жизни Иакова. Это внук Авраама. Вот внук Авраама случилось так, что он взял благословение. Дети очень много знают эту историю. Как Иаков получил благословение? У кран. То есть переоделся, пришел к отцу, получил благословение. Но Исав замыслил, убью. Вот приближаются дни, когда отец умрет. Я убью брата своего. Он забрал благословение. И вот Иаков убегает. Иаков убегает, чтобы спасти жизнь свою, потому что этот слух дошел, так сказать, до него. И мать настояла на этом, и отец отпустил его, чтобы он убежал к дяде своему. И вот Иаков убегает с дома своего. И в 28 главе 18 стихом здесь описывается это событие, которое постигло Иакова. Смотрите, здесь как описывает летописец эту историю. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе в изголовье, поставил его памятником, возлил елей наверх его, нарек имя место тому Вифиль, а прежнее имя того был Лус, и положил Иакову обед. И сказал, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне Бог хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил в памятник, будет Дома Божьим. Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Иаков в таком трудном ситуации, да, когда он бежит с дома своего, но он обещает, Господи, если Ты сохранишь, если дашь хлеб, одежу, и я в благополучии вернусь, то я дам десятую часть. Откуда Иаков знал об этом? А, возможно, это семейство этим жило? Авраам дал десятую часть. Возможно, Исаак это делал. Иаков знал, что в этом есть благословение, что если Ты из всего, что Ты приобретёшь, что если жизнь Твоя будет благополучие, десятую часть отдай Господу. Следующее место я напоминаю, а как Бог устроял, когда вывел народ Израильских в пустыню? Просто идите, живите как хотите. Нет, Бог даёт им закон. Чтобы устройство в государстве было, нужно, чтобы были финансы, или на сегодняшний день, говорят, налоги. И вот Господь даёт закон такой и говорит, что вот это одно колено, колено Леви. Мы сегодня слышали уже, что Авраам в лице Леви, который ещё не родился, уже дал десятую часть священнику Бога Всевышнего. А здесь уже в числах описывается, что Господь даёт закон и говорит, колено Леви, это особое колено, которое не будет иметь удела у вас, а будет питаться. От чего? От тех жертв, которые народ Израильский будет приносить. А народу Израильскому сказал, всё, что вы имеете, десятая часть, Господу. Не сказал Левию, а сказал Господу, посвящённо Господу. И они стали это делать, потому что это был закон, который Господь дал, чтобы они соблюдали. И они его соблюдали. И Леви колено этим пользовалось. Я читаю числа, 18 глава, с 20 стиха и ниже. И сказал Господь Арону, в земле их не будет иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилев. Сынам Леви вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отвращают службу, отправляют службу в скине собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать в скине собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службу в скине собрания и не несут на себе греха их. Это устав вечный в рода вашей. Среди же сынов Израилев они не получат удела. Вот Господь дал закон и сказал, этому колену, целое колено, 12 колен, но одно колено не получает удела. То есть не получает полей, не имеет работы, а должны служить Господу при храме, при служении. И это говорит ваш удел. А сыны Израилевы должны приносить десятую часть из всего, что будет у них, чтобы это колено питалось. Целое семейство, чтобы питались. Но самое интересное в этом законе, что сказано опять же левитам, этому колену, который получает. Вроде все нормально, мы получаем, мы пользуемся, мы кушаем, мы имеем это. Но Бог говорит дальше так, с 25 стиха, этой же главы, 18. «И сказал Господь Моисей, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать из сынов Израилю десятину, которую я дам вам от них в удел, то вознесите из нее возношение Господу десятину из десятин». Вот левитам Господь дает другой закон. То, что вы получите, то, что вы получили. Десятую часть отдели, принеси Господу. Для чего? Вот для чего левитам нужно было приносить? Чтобы они тоже научились жертвовать во имя Господа. Чтобы они знали, что Господь дал такой закон, очень разумный, очень разумный. Десятая часть не твоя. Если ты простой израильтянин, десятая часть не твоя. Она Божья. Отнеси на служение. Если ты левит, то, что ты приобрел от сынов Израиля, от братьев твоих, десятая часть не твоя. Принеси Господу. Тридцатый стих этой же главы говорит так. «И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее то, что вменено будет левитам, как получаемое изгумное, получаемое отточило, вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это ваша плата за работу вашу в Скинии собрание. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, посвященное сыном Израилем, и не оскверните, и не умрете». Не осквернитесь, и не умрете. Вот Бог дает такой закон, что левиты должны это тоже делать из-за того, что получают. Должны принести. Скажите вопрос для всех. Всегда это исполнялось? Всегда оно так было? Да, было, когда это исполнялось, и было благословение большое. Мы можем это увидеть во дни царя Давида. Когда царство Давида утвердилось, когда Давид увидел, что все же все хорошо, все благополучно, и вот он увидел что-то, что нужно сделать. И он начал устроять служение. Начал служение устроять при Давиде, это 23 глава 1, параллельпомену, описывается событие, которое он увидел, что это нужно исправлять, нужно это делать. Смотрите, как здесь говорится. Давид состарившись, насытившись жизнью, воцарился над Израилем сына своего Соломона и собрал всех из князей израилевых священников, левитов. Исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Вот здесь упоминается такая цифра от 30 лет и выше, левитов 38 тысяч. А сколько детей, сколько жен с ними. И это целое колено, которое должно было питаться от стола сынов Израилевых, я бы так назвал, от стола сынов Израилевых. То, что они принесут, то, что Господь дал в законе. И когда это работало, оно было так. Они служение-то несли. Смотрите, здесь описывается, как Давид устрояет это. И что он, когда исчислил, увидел, что нужно что-то делать. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи певцов и судей 6 тысяч. И 4 тысячи привратников, 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Смотрите, он исчислил, он понял, что сколько их, и начал распоряжаться, кто чем должен заниматься. И вот здесь упоминается, для прославления Господа, 4 тысячи людей, которые бы славословили Господа на различных инструментах. Это не значит, что сразу все 4 тысячи они славословили в одно время. Нет. Это были у них череды. И он поставил это, что действительно, это было очень заметно, когда Давид это сделал. Когда начал это в практике проводить, Израиль был самый рассвет. Благополучие было в Израиле. Но еще одна есть история за Давида, в 17 главе пишется, что Давид увидел, как он живет и как служение происходит. Вот что его подвигло, что это начал он заниматься этим, что исчислил, сделал, поставил, чтобы кто-то славословил, кто-то писал, кто-то судьи были. В 17 главе описывается такое событие. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. Вот он увидел разницу, что у него устройство. И войны нету, и враги вроде уже не стало. Он в кедровом доме живет, все благополучно, а ковчег завета находится в шатре. И вот он Нафану пророку говорит, что есть у меня на сердце, вот построить дом Божий, храм построить для Бога. Хорошая мысля была. Да, Нафан так и сказал. Хорошее, делай, что в твоей мысли, это хорошо. Но Господь сказал Нафану, не сможет Давид это сделать. Сын его построит, но не он. Смотрите, что происходит с Давидом. Давид начинает собирать пожертвования, чтобы дело Божье состоялось и при сыне Его. Я об этом очень коротко говорю, как он это делал, но он понял, что нужно собирать средства. Нужно призывать пожертвования, нужно об этом говорить. Они делали, десятины они делали, но Давид понял, что нужно больше делать, чтобы устроение это было. И оно так произошло, что когда Соломон начал строить храм, пожертвований было очень много. Даже есть такая заметка, что золота было очень много. Серебра числа нет, меди, железо тоже никто не считал. Почему? Кто принес это все? Все жертвовали. Они сами догадались? Нет. Кто-то их побуждал это делать. И люди располагались. Скажите, было благословение в этом, что они жертвовали? Конечно, было. Они имели благословение, они имели успех в этом, что они жертвовали для дела Божьего. Они не Давиду это давали. Они жертвовали на дело Божье. И Соломон смог построить величественный храм. Величественный храм. Что приходили все народы и смотрели. И не только на храм смотрели. Они смотрели на все служение, которое устроил Соломон. Да, ему Господь дал мудрости. Но только мудрость дала из-за того, что отец у него получил благословение. И сам сын смог в нужный момент, нужное попросить у Господа. И Господь дал ему мудрость такую, которую он сделал устроение, очень серьезное служение Господу. Царица Савская пришла посмотреть и говорит, то, что я слышала, совсем было мало, нежели я что вижу. Смотрите, в этом было благословение, то, что народ израильский стал жертвовать не Давиду, а на дело Божье. И дело Божье, оно созиживалось. И они беднее не стали. Израиль не стал беднее, они богаче стали. Почему? Потому что, когда ты жертвуешь на дело Божье, Господь благословляет тебя. Это закон Божий. Это не закон был Давида, что давайте и все. Да, было время, когда люди устали. Того, что храм строился 7 лет, а царский дом Соломон строил 13 лет. И народ устал. 20 лет строительства, так сказать, детей забирают, как сейчас берут в армию, да. А то брали на строительство, царский дом и строили. Народ устал. И да, они просили, чтобы какое-то было облегчение. Пришло такое время. Но я хочу подчеркнуть, что благословение приходило Израилю, когда они во имя Господа, на дело Божье, они жертвовали. И приходило благословение. И это самые благословенные года в Израиле было, когда царствовал Давид, когда устроилось его царство, и когда Соломон. Процветание было в Израиле. Процветание и материальное, и духовное. Следующее место, я читаю, очень знакомое. Очень знакомое, но оно немножко открылось мне по-другому, когда у нас был урок. Один урок был пастырского служения при нашем колледже, университет. И это место немножко открылось по-другому, когда книга Малахии объяснили, и я понял, что вау, как это раньше я не видел. Как это было не замечено, как бы пропущено, оказывается, первая глава именно показывает, что в Израиле произошло, так сказать, отступление. Сыны Левия, священники, стали нарушать закон. Вот первая глава говорит о том, что священники виноваты за то, что произошел сбой именно в пожертвованиях. В жертвенности народа священники виноваты. Смотрите здесь, как описывается. Малахий 6 стиха, первая глава. Сын чтит отца, раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Савов, священники, бесславят имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, или не худо ли это? Или когда вы приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это Твоему князю. Будет ли он доволен Тобой? И благословит ли, примет Тебя, говорит Господь Савов. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Савов. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов. Приношения из рук ваших неблагоугодны мне, ибо от восхода солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить Фимаам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Савов. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Савов. Приносите украденное, хромое, больное, такого же свойства, приносите хлебный дар, могу ли я благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дает обет, а приносит в жертву Господу поврежденную, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народу. Вот эта глава, именно обличение было к священникам, что народ приносил, приносил не всегда правильно, принесил больное, худое. А священникам вина была то, что они принимали, а потом еще и говорили, что трапеза Господня, труда много, а пользы мало. И бесславилось имя. И Господь говорит, да, гнев, гнев на вас, священники. Вы не должны принимать это. Если есть хорошее в стадии, а ты принимаешь худое, а если тебе принесли много, ты должен левит, ты своего должен дать, и опять же худое приносишь. В то же есть беда в этом. Смотрите, какое обличение строгое было за то, что левиты принимали от народа неправильно. Что народ грешил, он за свое отвечает. Священники отвечают, когда принимают, принимают неправильно. И Господь обличает в первой главе именно левитов, священников, за то, что они принимали. Что они должны были сделать? Они должны были выгнать этого израильтянина, который принес худое, больное. Возможно, они принимали, потому что если и этого откажут, ничего не принесут. Возможно, и так бы было. Может быть и так. Но Господь обличает. Если я Господь, то где благоговение предо мной? Почему вы это делаете? Обличает Господь в этом священников. Смотрите, в этой же книге Малахии, 3 глава 6 стиха, идет обличение для народа, для всего народа. Они тоже виновны. «Со дней отцов, ибо я Господь, 6 стих 3 главы, ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сын Израиля, не уничтожитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от устав моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Сауф. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадуете меня? Скажете, чем обкрадуем мы тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадуете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Сауф, «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений до избытка?» Очень интересное слово. Очень. Господь говорит через пророка к Израилю, говорит, «Вы обкрадываете меня?» Вопрос. А чем вы обкрадуете? Чем мы обкрадуем Бога? Он говорит, «Сильное приношение». То есть раньше приносили, теперь стали красть, не стали приносить. И Господь обличает, проклятием вы прокляты, вы не благословение получаете. Но самое интересное в этом, далее говорится, что Господь им говорит. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Сауф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений до избытки, а для вас запрещу, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Сауфов». Смотрите, Он, Господь, говорит, «Вы это можете даже испытать меня? Я запрещу, если вы это исполните, я запрещу пожирать ваши поля». То есть, значит, кто-то лишался плодов урожая, потому что пожирали их не поля, пропадали их не поля, урожай пропадал, только из-за того, что они не стали приносить десину пред Господом. Они не стали жертвовать от того, что Господь сказал им, «Вы, это не ваша доля, вы не должны обкрадывать меня, вы должны это приносить в Дом Божий». Книга Ниемия очень хорошо описывает, когда они пришли с плена и когда надо было все это восстанавливать. Ниемия очень много потрудился в этом. Левиты пошли работать, потому что не было чем питать семью. И он говорит, «Я строго высказал братьям, чтобы они приносили, жертву приносили, служение установилось, чтобы левиты свое служение произносили, исполняли, чтобы благословение приходило». Благословение приходит на народ. Уже здесь говорится, что испытайте меня в этом, проверьте, я запрещу, только из-за того, что вы, если будете это делать. Смотрите, как говорит Иисус в Матфее, есть хорошее место, Иисус, когда обличает, когда был на земле, и он обличает священников, и он говорит такое слово, это Матфея, 23 глава, 23 стиха. «Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, саниса, тмина, и оставили важнейшие законы». Скажите, вот из этого стиха видно, что в одни, когда пришел Христос на землю, когда служение в храме работало, они десятину давали. Давали. Вот с этого стиха видно, что они это делали твердо. В то время они давали, когда Христос пришел. Но он подчеркивает, важное, законы вы упустили. суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вопрос у меня для всех сегодня. Каждый может себе ответить в своем сердце. Вот Иисус сказал, вы оставили с закона суд, милость, веру, десятину дают. Вот мы сегодня оставили милость, оставили суд, оставили веру. или это у нас есть? Вот каждый задумайтесь. Вот Иисус задал этот вопрос книжникам и фарисеям. Что они оставили? То есть у них нету милости, у них нету правильного суда, у них веры нету, но десятина есть. А у нас? Это есть или этого нету? Это вопрос большой. Если Иисус сказал, правильно вы делаете, вы оставили, десятину вы даете, правильно, но другое не должно быть остаться, оно должно и другое у вас быть. А десятина правильно. Служение Господу материально, Иисус сказал, это правильно, это нужно. Апостол Павел Коринфянской церкви написал хорошее письмо, которое также оно дошло до нас сегодня, и мы можем прочитать, как об этом Павел пишет Коринфянской церкви, которое не было из народа израильского. Там много было язычников. Может, были и евреи там, но основная масса были язычники. И вот он пишет в девятой главе здесь такое слово. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами предмакедонянами, что Ахая приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как и я говорил, были приготовлены, и когда придут со мной в македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благоествование ваше было готово как благословение, а не как побор. Интересно, Павел этой церкви когда-то научил, что они должны жертвовать, и они жертвовали. Но и был момент, который он написал письмо и послал братьев впереди себя, и вот он им пишет, братья, вы их жертвовали хорошо, я вами хвалился, в Ахии, я молился, македонянам я молился, что Ахия готова уже, что вы уже готовы к этому, но чтобы не быть мне в стыде, потому что я вас хвалил, я послал братьев, чтобы это не было побором, чтобы это было вашим пожертвованием. И здесь он говорит очень хорошую одну фразу, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вот Павел подчеркнул, что когда материальное служение идет, когда мы жертвуем ради Господа, во имя Господа, на дело Божье, кто скупо сеет, тот скупо пожнет, кто щедро, тот щедро пожнет. Ну, теперь вопрос для нас сегодня. Вот мы почитали Нового Завета, Старого Завета, услышали, что служение Господне Господу служения, материальное очень нужно, очень необходимо. Дело Божье должно устрояться и оно устраивается только тогда, когда люди жертвенно относятся к этому. Что нам сегодня делать? Что нам сегодня делать? Понимаем ли мы десятину, которые мы сегодня должны давать, которые приносят благословение нам? Понимаем ли мы это? Это вопрос каждый должен ответить. Понимаю я ли это? Вся Библия говорит, что десятина принадлежит Господу. Все, что человек заработает, принадлежит Господу. Даже левит, который получил, получил от кого-то, он должен отдать Господу. она она не его. Мы живем в такой стране, которую организовали, брат Руслан очень хорошо говорил две субботы назад, в какой мы стране живем? Это страна, которую организовали христиане, бежав из Европы, они организовали. И когда они писали Конституцию, они написали закон. в законе Америки написано десятую часть. Каждый американец имеет право пожертвовать в церковь на благотворительность и не обкладывается налогом. Этот закон работает. И сегодня много уже законов поменялось, но этот закон работает. И мы можем принести десятину в церковь, получить от церкви расписку, что да, действительно, я десятину свою отдал церковь, и государство с меня налог не берет. Закон страны такой. Почему они такое сделали? Потому что те люди, которые писали этот закон в Америке, они были верующие люди. И они знали, чтобы церкви строились в Америке, нужно люди, чтобы жертвовали на это. Посмотрите, сколько различных церквей настроено в Америке. их не настроено столько в Советском Союзе. Почему? Государство запрещало. А здесь государство поощряет, что твоя десятина должна пойти в церковь. Твоя десятина должна дело Божие делать. и здания церковные чтобы строились именно на твоей десятине. В заключение я хочу сказать, мы должны понять одну простую истину. Благословение Господне. Господь говорит, испытайте меня в этом. Испытайте меня в этом. И многие люди у нас в церкви уже испытали себя. Когда не давали и когда стали приносить десятину в церкви. И когда жертвуют люди, дело Божие устрояется. Сегодня наше положение. Мы нуждаемся сегодня в финансах. Почему? Вот вопрос задайте. Почему мы нуждаемся? Нас же много. Если в Израиле 12 колен было, 11 колен работало, одно колено не работало совсем и могли жить нормально. Благополучно. То есть содержание было у них. У них были дома, у них были скот, все было только из-за того, что 11 человек работало на одного человека. в нашей ситуации мы можем позволить это, чтобы 10 человек работало, а один не работал. Не можем. Только из-за того, что мы этот закон не понимаем. Мы сегодня нуждаемся в здании. Мы видим, мы об этом говорим. Устроение в церкви. Только не можем многое сделать, много проектов, которые мы могли бы их завершить. мы не можем только из-за того, что нет финансов. И когда обращаются за финансами, говорят, нет денег. А как выйти из положения? Ну давайте сейчас, было же решение такое, по зарплате со всех. Это правильное решение? Вы видели такое? По зарплате, по годовому доходу собрать со всего народа? Это неправильно. Потому что Бог не дает такие законы, а Бог дает такие законы, разумные законы. Заработал 100 рублей, отдай 10 рублей, заработал 100 долларов, 10 долларов не твоих, принеси, пожертвуй и скажи. Вот в законе было сказано, когда ты придешь к левиту и принесешь и скажешь, я это жертвую от чистого сердца, не в ущерб себе, благословение от Господа. Почему Господь воспитывал этого Израиля? И то, что мы сегодня выпускаем благословение, это надо признать, только из-за того, что мы не испытали Господа в этом, когда мы дадим десятину. Да, я знаю, что мы все приехали, нам очень тяжело подниматься, но мы уже многие поднялись, но не поменяли свое мышление. А Господь говорит, ты подымись хорошо, только из-за того, что если ты будешь жертвовать ради Господа, и когда ты будешь ложить, скажи, Господь, это я делаю ради тебя. Благоговея пред Ним, если ты будешь делать, придет благословение, пожирать поля не будут. Один человек сказал так, что сколько я на тикеты истратил, я точно столько не дал в церковь. Но это хорошо, прозрение пришло человеку, что человек нарушал закон государственный, но он увидел, что Бог просто его наказывает за то, что он не делает то, что должен был делать. И сегодня, если бы мы поняли этот закон, наше положение финансовое в церкви намного бы изменилось. Намного изменилось бы материальное наше состояние. А возможно бы и дети наши стали служить по-другому, потому что увидя благословение материальное. Я не знаю, возможно, потому что Господь поругаем не бывает. Он сказал, кто скупо сеет, скупо пожинает, не туда пожинает. Какой выход? Вот выход должен быть у нас. Какой выход должен каждый сделать? Я предлагаю один из выходов, который очень важный сделать. Каждый служитель, каждый, кто несет служение в этом церкви. Я так написал. Все братья и сестры, которые несут служение, должны показать в этом пример. Только после этого мы можем учить других. их. Если мы, которые несем служение, хоть учитель в церкви, учишь детей своих, учишь класс свой, хоть ты кто в церкви, какое-то дело делаешь. Но если ты этот закон не понимаешь, ты не будешь о нем говорить, и ты не можешь никого научить. и всегда будет эта проблема. Мы не будем иметь ни классов для детей наших, ни мест для взрослых, ничего. Прекрасная пианино стоит. Кто-то заметил, что новое пианино? Конечно заметили. Слава Господу! Слава Господу, что мы замечаем, что люди трудятся в этой церкви. Кто-то побуждает, что нужно приобрести. Кто-то нашел, как это приобрести. Кто-то позаботился цветочки на улице поставил и обслуживает их, поливает. Это все кто-то делает, кто-то что-то жертвует. И благоустройство в церкви происходит. Но без финансовой поддержки ничего не можно сделать. И многие церкви финансово стоят очень твердо только из-за того, что они не собирают по одной зарплате со всех поголовно. Вот есть у тебя деньги, нет, давай по тысяче долларов. Нет, они собирают десятину. А еще, конечно, мы это не практикуем, но есть церква, где практикуют, говорят, а если ты обманул, проклят ты от Господа, за то, что ты принес не десятину. О, страшно это? Конечно, страшно. А если мы пожинаем по жизни это? это не страшно? Или если мы за счет кого-то имеем это здание, за счет брата моего, который рядом, он жертвует, он делает, а я не делаю? Это как выглядит? Но самое важное, самое важное, если мы потеряем Царство Небесное, ради того, что мы не воспитали себя быть жертвенным для Господа. Приноси десятину, говорит, Господь, это моя десятина, которую ты мне дал, позволил заработать. Потому что завтра, может быть, и это ты не заработаешь, только из-за того, что ты не научился этому. Когда мы научимся это исполнять, придет благословение. Придет благословение, это Господь сказал, я запрещу пожирать, я запрещу пожирать, я запрещу, только из-за того, что вы это будете делать ради Господа. Я вас призываю к молитве. Мы знаем, сейчас много разговоров ходят за счет того, что надо приобретать здание, приобретать землю, и опять же спрашивают, а где брать деньги, у нас их нету. Да, нету денег. Но только из-за того, что нету, из-за того, что мы этот закон не хотим понять. Если вы сегодня поняли, покайтесь и не давайте зарплату, принесите десятину. Заработали? Вот одному человеку я задал такой вопрос, если бы сейчас ты выиграл, на лотерее выиграл 20 тысяч, ты бы 2 тысячи дал в церковь, я бы 4 дал. А почему ты 100 долларов не можешь в церковь дать? Ты же заработал тысячу долларов, почему 100 долларов жалко? А, они заработаны, а если завтра ты вообще ничего не заработаешь? Потому что Бог сказал, пожирают, только поля ваши пожирают за то, что вы не хотите это соблюдать. Да, сегодня не служение левицкое, да, сегодня левиты не на содержание церкви, они работают все. И я за то, чтобы они работали. Пусть их будет больше, но пусть они работают. Но чтобы в нашем здании, когда мы приходим, наши дети имели место, имели благополучие и могли следующее поколение сказать, впереди нас отцы жили наши, которые позаботились о здании, о месте. И мы можем приходить в здание молиться. Сегодня очень много было разговоров вот этот год за землетрясение в Америке, в Портленде, наводнение, землетрясение. И вот фраза была такая, одному человеку высказана, вот если случится землетрясение, куда народ должен бежать? Вот как узнать, кто живой, кто не живой? Ну попробуйте Портленд, обижите, узнайте, кто живой, кто не живой. Связь кончится, телефон не будет работать, интернет не будет работать. Как вы узнаете? И вот один человек сказал, вы должны в церкви поставить такой закон, что если случится какая-то катастрофа, все должны, кто живой, кто в состоянии, прийти в церковь, к зданию церкви, сюда, и тогда делать уже дальнейшее движение, как помочь другим, которые попали в беду. А если у нас нету здания? Нету, мы в ренте или еще как-то. Куда бежать? Каждый по себе спасаться будет. То есть, мы сегодня должны увидеть, что нам нужно здание, куда мы могли прийти, и при благополучии, и при бедствии, если даже придет бедствие, мы знаем, куда прийти, и где мы найдем помощь. А Господь, Он не просто сказал эти слова, я запрещу пожирать, я благословлю вас. И благословение от Авраама на все времена идет, если ты заработал, отдай десятую часть, и получишь благословение. Пусть Господь нам поможет. Давайте помолимся, чтобы Господь наши сердца открыл. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok